Я заметил то, что вам очень понравилась рубрика «Глобальная проверка сервера», в которой я телепортирую к себе разных игроков и начинаю их якобы в чём-то подозревать, спрашивать странные вопросы и так далее, и самое-то интересно, что когда я в прошлый раз это делал, некоторые игроки сознавались в том, чего я даже не подозревал. Сегодня эту рубрику мы продолжаем. Я буду искать довольно-таки интересных персонажей на сервере, телепортировать их к себе и задавать им очень странные вопросы. Ну а как они на них ответят, мы узнаем совсем скоро. Остались считанные дни до того, как разыграется вот эта вот масочка за 50 тысяч АЗ. Я отдаю её абсолютно бесплатно у себя в телеграм-канале, ссылочка в описании. Пожалуйста, не упускай возможность её забрать на халяву на любом сервере Аризоны, главное, чтобы был доступ к Vice City. Я тебе её спокойно передам. Всё, надеюсь, ты уже участвуешь в конкурсе, ну а мы начинаем видео. Так, кажется, первого пациента я уже нашёл. 32-й уровень, некий Читос Фумач. Бегает, в принципе, в центре гетто, и по истории наказаний у него, конечно же, уже был пару раз ДМ. Я его, в принципе, раньше не видел, но я думаю, если его телепортировать и с ним побеседовать, может быть, что-нибудь интересное он нам сегодня расскажет. Итак, игрока я телепортировал. Да. Приветствую. АФК офф – бан. Самая стандартная фраза в таких ситуациях. Что случилось? Ну вот, я тебя и телепортировал узнать. Давай так, если будешь говорить всё как есть, то я тебя не накажу. В смысле? Отвечай только правду. Окей. Итак, ты не хочешь мне ни в чём признаться, что касается тебя, либо твоих друзей. Я регал недавно ак на сборке. Так. Может быть, третий аккаунт. А про друзей хз. Мой друг уже не играет. И это всё, что ты можешь рассказать? Играю на лаунчере. Читов нету. То есть, ты никогда не нарушал, и тебе не за что признаваться. Только реконект скачивал от Джизуса. Дэмил иногда. Ну, понятно. Я думал, ты расскажешь всё как есть. В смысле? Получается, бан. А за что? Ну, ты подумай хорошенько. Что-то печатает. Да я не понимаю. Ну, блин. Что я сделал? Ладно, я понял, что он вряд ли какой-то супернарушитель. Читов у меня нету. Поэтому, я думаю, нужно его отпускать. Главное, рассказать ему, что это всё как бы, ну, шутка. Ладно. Я понял тебя. Ввожу команду. Ничего не продавал, не покупал. Он думает, что я ввожу команду бан. Не надо. Я выдаю ему донат. Давайте 250, может, даже выдадим. Пожалуйста. Мне уже жалко стало его. Давайте это будет 350. Ну всё. Ввожу. Я ничем не виноват. Лови. Он думал, что это бан. Что? Вау, спасибо. Это тебе за честность. А ты думал, я тебя реально забаню? Я в ролике. Ну да. Да не, не стал бы я банить тебя просто так. Куда тебя телепортировать? За спавни. Окей. Пожалуйста. Всё, держи спавн. Короче говоря, немножко запугали типа. Но в итоге он уже думал, что всё, попрощается с игрой на сервере. Но залутал на халяву Азэшки. Почему бы и нет? Спасибо большое, Дапа. Да не за что. Не за что. Ладно. Пока он тут стоит, давайте поищем кого-нибудь ещё. Я тут увидел одного игрока, играющего с мобайла. И судя по всему, он играет не один. И там вот это было его, возможно, знакомый даже. Сейчас он стоит просто здесь, бегает. У него история наказания вообще чистая. Он ни разу не нарушал правила сервера. По сути, прилежный игрок. Давайте проверим, так ли это на самом деле. 589 ID. Итак, он перед нами. Приветствую. Здравствуйте. Говорите только правду, чтобы не получить бан навсегда. Хорошо. Итак, как вы думаете, почему я вас телепортировал? Потом я залил на территорию военной базы. Зашёл. Что? Подожди, а первое предложение ты чё-то немножко пропустил. Ещё раз объясните, пожалуйста. Я ничего не понял. Он, походу, пишет какие-то здоровенные предложения, которые просто не умещаются в игре. Потому что я зашёл на территорию военной базы. Так. И это всё, что вы хотите рассказать? Да. Да. Понятно. Я думал, всё-таки признайтесь. Эх, ну придётся тогда вводить команду. Как вы понимаете, команда не бана, а опять-таки доната. Допустим, 200. А что я сделал? Ну, я думал, вы сами признаетесь. А я не знаю. Ладно. Ввожу команду. Что-то он бегает тут, суетится, ничего не пишет. А, нет. Что-то печатать стал. Ладно, вводим. Вот команда. Ха-ха-ха. Что-то он молчит теперь. Он, походу, не увидел, что я ему донат выдал. Вы увидели? Алло, сэр. Нет. Плачет. Да к смысле? Я, я же тебе выдал донат. Посмотрите баланс АЗ. А, реально. А за что? За то, что вы просто играете у нас на сервере. Спасибо большое. Банить я тебя, естественно, не буду. Я думал, вы меня забаните. Да нет. Куда тебя телепортировать? На военкомат. Мне больше интересно, где он. Откуда? Что? Вы меня телепортировали. Короче, я понял. Его нужно вернуть туда, откуда я его забирал. Здесь? Да, давайте здесь. Удачи. Да, игрок, конечно, необычный, честно говоря. Но, походу, еще одного мы только что чуть не довели до слез. Продолжаем заниматься тем же самым. Так, у нас тут какой-то охранник военной базы. Бегает, что-то стреляет в стеночки. По истории наказаний у него, кстати, ничего нету. Ого. Неплохо. Неплохо. А что у тебя по статистике? Если у тебя, например, АЗшки 13 АЗ. Ну и денег не особо у него много. Давайте попробуем с ним побеседовать. 8-7-3. Итак, он около нас. А, приветствую. Здравствуйте. Советую отвечать только правду. Иначе бан навсегда. Окей? Да. Итак. А что случилось? Как вы думаете, почему же я вас телепортировал? Не знаю. Ну хорошо, подумайте. Может быть, вам есть в чем признаться? Я реально не знаю. А что случилось-то? Вот у вас-то я и хотел узнать. Вот только вы не признаетесь. Ну я афкашил. Так. Поел. Все, расписание дня. Ага. Вышел из афка. Так. Вошел в здание. И что же было дальше? Там начал собирать ресурсы для базы. Потом вышел оттуда. Увидел там человека. Побежал за ним. Увидел то, что он переодевался. Потом вышел из базы. И вы меня тупнули. Ну, тепнули, наверное. Да. Понятно. Тупо пересказал все, что делал. Нет, конечно, круто, что ты так все запоминаешь. Я думал, еще кое-что расскажете. А что? Ну, придется вводить команду. Ну, а что случилось? Скажите. Да уже все ясно. Я не знаю, что я сделал. Ввожу команду. Готовы? Да что я сделал-то ну реально? Все. Вводим команду. Ну, скажите то сами. Вот, держи. Я реально не знаю. 200 АЗ. Чего? Хе-хе-хе. Ввел команду. Ё-моё. А вы думали, я вас забаню, что ли? Вы серьезно? Ну, да. Да. Хе-хе. Да не. Я просто донат выдал. Спасибо большое. Да не за что. Куда тебя телепортировать? На базу. Спасибо реально. Не за что. Я уже испугался аж. Напугали типа. Думаю, что же я такое сделал? Да не. Ты ничего не сделал. И это хорошо. Так, ладно. Он веселенький бегает с донатом по серверу. Давайте поищем еще кого-нибудь. Мне прям нравится реакция у игроков. Так. Нашел игрока. 48 уровень. Ни одного нарушения по типу ДМа там или чего-то еще. Даже банов не было. Вот это прикольно. Стоит, короче, судя по всему, в своей машине. Где-то около центра карты. Окей. Попробуем с ним пообщаться. 20 айдишник. Если он, конечно, не АФК. Приветствую. А он, походу, в АФК. Даже не реагирует. Вы тут? Сэр. Алло. Слышишь? А ну проснись. Эээ, мистер. Ты сейчас своим АФК профукиваешь шанс просто получить на халяву АЗшки. Так, ну, короче говоря, чел просто спит. Вернем его на место. Ладно. У него был шанс. Ого. Служитель правопорядка. 27 уровень. Чистая история наказания. Ты куда исчез? Алло. Слышишь? Почему ты наверху? Короче говоря, некий Джейкоб Гостели. Гостлай. Я не знаю, как считается его никнейм. Но у него, в принципе, все более-менее по статистике. На всякий случай чекнем его количество АЗш. Почти 700 АЗ. Слышишь? Тебе, походу, надо будет больше выдавать. Ну да ладно. Давайте попробуем его к себе телепортировать. 55-й АйДишник. Итак, он у нас. Эээ, верните. Приветствую. Куда тебя вернуть? АФК офф бан. Я не АФК. Я вижу. Пожалуйста, говорите только правду, чтобы не получить бан. Хорошо? Окей. Итак, вопрос всего лишь один. Поскольку я ценю честность, спрошу вас. Как вы сами думаете, почему же я вас телепортировал? Подумайте, хорошо. Я не знаю. Уверены? Честно, не знаю. У вас даже догадок нету. Чё-то сегодня попадаются одни самые честные и приятные игроки. Это, конечно, круто. Но никто ничего плохого не сделал. Ну я вроде игрок честный, ничего не нарушаю. А ваши друзья? Правила проекта не нарушаю. Это красава ты, молодец вообще. А мои друзья не играют уже. А вы случайно не общаетесь с нарушителями? Нет, вроде. Эх, а я думал, вы всё-таки сознаетесь. Придётся ввести команду. В чём именно? Жаль, конечно. Ну ладно, я понял вас. Может, расскажете? 300 АЗ будем выдавать ему. Да я уже ввожу команду. На меня же нет жалоб. Софт не использую. Вы готовы? Я ввожу. Я не уверен, что это будет по правилам тогда. Ну, слушай. Я могу АЗшками своими распоряжаться, как хочу. Поэтому держи. Вот, ввёл. Ха-ха. Ого. А за что? Спасибо большое. Да просто так. А ты думал, что ли, я забаню тебя? Спасибо огромное. Да нет. Уверен, что не за что. Вот тут ты молодец. Ну ладно. Куда тебя вернуть? На КПП. Хорошо, минутку. Удачи. Спасибо. Да не за что. Ну тут сразу видно, что супер прилежный игрок. У него мало того, что и уровень не маленький, да, но и у него и нету нарушений. Короче говоря, по итогу сегодняшней проверки, игроки оказались очень даже хорошие. Никто ни в чём таком странном не признался, никто ничего страшного не совершал. Это меня, по сути, даже радует. Но если вам нравится реально такая рубрика и вы хотите ещё одну серию, то напишите обязательно об этом в комментариях. Тогда я пойму, что вам реально это нравится и сниму ещё одну часть. Ну а так, конечно же, не забывайте о том же данный ролик я снимал на сервере Arizona St. Rose, ведь играю и снимаю я свои видео только здесь. И если вы хотите поиграть вместе со мной, попасть ко мне в видео или в мою полностью прокачанную семью на сервере, помните самое главное. Здесь вас ждёт очень крупный и приятный бонус. Смотрите. Если вы при регистрации укажете мой ник вот так и всего лишь на пятом уровне промокод хэштег Дапу, за эти два абсолютно простых действий вы получите больше двух миллионов вирт на руки на халяву. А на начальном этапе игры такие деньги вам очень пригодятся. Так что скорее заходите и играйте вместе со мной, если что я уже на сервере и каждого из вас здесь с огромной радостью жду. Ну а с вами был Дапо, всем огромнейшее спасибо за просмотр и совсем скоро увидимся уже в новом видео. Всем пока!